Ильдар Хайрулин Но не только. Я хочу немножко приоткрыть занавес. На самом деле, Ильдар – это один из немногих управленцев, который прошел большой путь, на самом деле. И это один из тех людей, который действительно во многом понимает то, что он делает. Я поясню, почему я вас так представил. Ильдар, спасибо, что вы к нам сегодня нашли время зайти. Хочу пояснить, почему задаю такой вопрос. Вы знаете, вообще понятие кластер, понятие международного медицинского кластера, в частности, оно появилось не так давно у нас. Но громадное количество клиник, громадное количество федеральных центров сейчас находится, мягко говоря, в не самом привилегированном положении. И тут встал вопрос буквально лет пять назад. Нам нужны антикризисные менеджеры, которые еще должны каким-то образом понимать систему public health. И оказалось, что в стране-то, на самом деле, таких ребят-то очень мало. Почему это произошло? И вообще, если сравнивать со школой Бостона, например, со школой Гарварда, понятие public health и то, что существует у нас, в частности, высшая школа экономики, мы хоть немножечко приближаемся, у нас появляются такие специалисты такого уровня? Безусловно, и их достаточно много уже. Ну, говорить если о кризисе и о менеджерах. Кризис – это несоответствие внутренней среды организации внешним изменяющимся условиям. Надо привести в соответствие производственную систему организации и те изменяющиеся условия, которые происходят вне этой организации. И когда мы видим, что нарастают некие кризисные явления несоответствия, приходят люди, приходят команды профессиональные, которые выводят эти производственные системы на некое соответствие. И мы видим это, как в Москве, когда работает суперпрофессиональная команда, которая делает очень серьезные успехи. И проведение этой ассамблеи доказывает это, что пришла очень мощная, серьезная, амбициозная команда, которой нет нерешаемых проблем. Все проблемы будут решены практически. И следующий – это большой пример по регионам. Я тесно общаюсь с рядом регионов Российской Федерации и вижу, как во множестве из них идут процессы, то, что вы называете антикризисное управление, улучшаются системы здравоохранения, идет изменение с точки зрения ментальности населения относительно здорового образа жизни, относительно отношения к собственному здоровью. И, безусловно, те цифры, которые дают ряд регионов, они впечатляют. Ряд регионов возможно, но, понимаете, действительно, если взять там Удмуртию, Татарстан, вне всякого сомнения. Я могу назвать совершенно другие регионы, для которых даже некая наша пропаганда здорового образа жизни не имеет абсолютно никакого значения. Я могу назвать регионы, где нет первичной медицинской помощи. И, на самом деле, таких регионов очень много. Вот вопрос-то в чем? Как воспитать грамотных управленцев? И второй вопрос. Кто же во главе угла? Врач или менеджер? Решите с вами не согласиться, что есть регионы, где нет первичной медицинской помощи. Первичная медицинская помощь есть везде, во всех регионах Российской Федерации. Это первое. Второе. Есть специфика каждого региона. Есть модель крупных городов, есть модель сельских поселений, а есть модель малонаселенных территорий, где достаточно дисперсно распространено население. И в каждом из этих вариантов существует собственная модель построения первичной медицинской помощи. И, отвечая на ваш последний вопрос, это кто на первом месте доктор или менеджер? На первом месте пациент, на втором месте доктор, а на третьем месте только управленец, который выстраивает систему, чтобы было удобно как пациенту, так и доктору и медицинскому работнику. Это чудесный ответ. Надо сказать, дорогие друзья, что мы очень плотно работаем со Сколковой, я в частности. Мы сделали совершенно потрясающую программу, как мне кажется. И мы как раз очень часто говорим о том, что общение в принципе должно строиться по принципу human to human. И то, что вы сказали, на самом деле, очень мало я слышал, от кого вы поставили первого пациента. Это очень важно. Если говорить про кластер, все-таки до конца не все понимают, что же это за понятие. Чем это отличается, скажем, от Большого федерального мультидисциплинарного центра? Кластер – это сообщество организаций, общей целью которого является некое получение общего совместного продукта, но работающего в разных отраслях. Таким образом, на нашей территории будут работать как клиники амбулаторные, многопрофильные, узкоспециализированные, детские. На нашей территории будут работать целый ряд биотехнологических лабораторий, технопарков. На нашей территории будут реализованы и образовательные проекты, общей целью которых является формирование некой модели системы оказания медицинской помощи на принципах качества и безопасности с привлечением лучших мировых практик. Если нам удастся сформировать вот эту систему, сформировать эту модель, выстроить взаимодействие между вот этими всеми участниками, тогда можно сказать, что идея кластер реализовалась. Вильдар, а по какой модели вы считаете правильно идти? Посылать нашу молодежь талантливую на обучение, потому что не все методики есть у нас, есть какие-то методики совершенно точно в Хадасе, какие-то методики есть в том же самом пресловутом Бостоне, какие-то методики есть в клинике Сен-Джут, потому что мы очень часто говорим про онкологию, и потом этих ребят забирайте, чтобы или проще привлекать специалистов оттуда. Итак, мы должны не говорить о нашем региональном уровне, мы не должны говорить о нашем федеральном уровне, мы должны говорить только о международном уровне и соответствующем международным требованиям. И как люди проходят стажировку, либо отправляясь за рубеж на стажировку, какие-то там кратковременные или долгосрочные, как привлекаясь сюда, мы должны жить в международном сообществе экспертов данной области и себя чувствовать очень комфортно и достойно. Мы должны оказывать помощь на лучших мировых стандартов, и мы должны выступать перед нашими коллегами зарубежными на ведущих конференциях, и чтобы наши доклады, наш опыт экстраполировался уже на международную практику. Потому что, понимаете, есть общий международный уровень и в управлении, и в здравоохранении, и в технологиях, но в то же время специфика применения всех этих медов на нашей российской территории, она очень интересна за рубежом международным экспертам сообщества. Абсолютно согласен с вами, более того, мы можем похвастаться, это действительно так, в 2019 году было достаточно много докладов на международных конференциях по пульмонологии, по неврологии, по кардиологии, по онкологии, наши ребята активно выступали. Действительно, у нас есть хорошие наработки, у нас есть международные протоколы, но, наверное, проблема, знаете, в чём? Во-первых, боятся многие наши ребята, а второе, незнание английского языка. Ну, с молодыми ребятами этих проблем нет. Во-первых, не боятся, а во-вторых, хорошо знают английский язык. Это прекрасно, потому что я считаю, что в 21 веке эпоху доказательной медицины без английского нам, ну, просто никуда, просто никуда. Давайте ближе к каким-то таким приземлимте немножко к людям, к пациентам нашим, собственно говоря, к самому главному. Мы делали большое количество, в общем-то, наших спикер-кафе, и, в общем-то, приезжали совершенно прекрасные специалисты, гематологи, онкологи, мамологи. Мы говорили, в общем-то, обо всём, при том, что самое классное было то, что были и специалисты из Израиля, и были наши ребята, наши специалисты, и говорили на одном языке абсолютно. Если всё-таки говорить про современную таргетную терапию, иммунотерапию, ну, и химиотерапию, куда уж мы без неё, она серьёзный вопрос. Она как-то отличается от той терапии, которая есть в Израиле, и я поясню, есть ли все те препараты, которые есть в Израиле у нас? Если говорить о лечении конкретного пациента, то под конкретного пациента можно на сегодняшний день завести любой препарат. Это первое. Второе. Поправки в федеральный закон, которые были подписаны буквально в конце декабря, позволяют приобретать незарегистрированные препараты не только под конкретного пациента, но уже и под группу пациентов. И поэтому возможности для лечения незарегистрированными препаратами участниками нашего кластера, они, безусловно, есть. У вас есть, Ильдар, я совершенно точно это знаю. И мы, конечно, поднимали вопрос, так называемый off-label, то, что вы сейчас сказали, это действительно очень правильно. Нет, вопрос в другом. В кластере есть, но это же явно не входит в рамки ОМС, верно? Нет, мы по ОМС не работаем. Да, и, наверное, в этом все-таки есть некая проблема, я имею в виду для громадного, для большого здравоохранения, потому что в кластере это правда все есть, и там идет вот эта коллегиальная работа еще, то, что очень важно, как раз с коллегами. Еще, наверное, для меня один из самых актуальных вопросов, опять же, который касается кластера. Как вы видите перспективу развития вашего в течение двух лет? Двух-пяти лет? На сегодняшний день мы четко понимаем, куда мы будем развиваться, у нас есть четкие параметры нашего развития, у нас утверждены наши ключевые показатели результативности нашим учредителям, у нас есть уже портфель наших медицинских участников, формируется портфель биотехнологических участников и участников по образовательной деятельности. И мы сейчас находимся на активной стадии подписания инвестсоглашений с инвесторами, как зарубежными, так и российскими. И сейчас мы находимся на стадии активного проектирования целого ряда медицинских объектов и технопарков, и уже в середине этого года начнется строительство этих объектов. Мне приходилось и приходилось, сказал. Я с великим счастьем общаюсь с врачами в вашей клинике, но о врачах мы уже так или иначе поговорили, они чудесные. На самом деле хочу похвастаться за вас. Вы человек скромный, а я похвастаюсь. Вы не так давно провели совершенно потрясающее мероприятие в отношении медсестер. Очень мало кто поднимает эти вопросы. Младший и средний медперсонал. А вот это действительно наша беда во многом. Потому что мы немножко утратили ту школу, которая была, и через призму десятилетий немножко не пришли к новой школе, к новой модели. Так вот, расскажите, пожалуйста, что это было за мероприятие? Если говорить о построении системы управления качественным и безопасным медицинской деятельностью, то во всем мире признано, что на 70-80% эта система базируется на компетенциях среднего медперсонала. Потому что чаще с пациентом находится медсестра. И поэтому такое большое значение придается труду среднего медперсонала. За рубежом медсестра более ответственна с точки зрения полномочий. Она может принимать серьезные решения как на уровне приемного отделения, так и на уровне реанимации при жизнеугрожающих состояниях. Она является партнером в лечении пациентов наряду с врачом. Если у нас больше патерналистская модель, когда врач все знает, а медсестра только выполняет, то за рубежом это партнерские модели абсолютно. Это совершенно две самодостаточные и синергично работающие службы. И нам-то представляется, что та российская модель сестры милосердия, она в принципе могла бы вполне экстраполироваться в современную модель, когда сестры заняли бы более активную позицию по построению вот этих систем качества и безопасности. Тем более сестры этого хотят. Они часто являются заказчиками порядка, качества и безопасности в организации, потому что чаще всего на них складывается, они являются неким промежуточным звеном и чувствуют, что порядка в организации должно быть больше. Спасибо большое. Мы желаем вам удачи. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, поскольку 1МедТВ является партнером, мы очень часто бываем в Сколково, мы очень часто бываем в Кластере, поэтому мы непременно в этом году будем показывать, думаю, что большое количество сюжетов, как развивается Кластер. Разумеется, это всем любопытно. Продолжение следует...